Уважаемые дамы и господа, любители истории королевских фамилий Европы, я приветствую вас, и мы продолжаем с вами изучение знатных европейских династий. Сегодня в фокусе нашего внимания тема действительно весьма примечательная. Она связана с историей нашей страны и еще одного из европейских государств, а именно это Италии. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос, связанный с династическими связями, которые заключали представители русской знати и итальянской знати. Возможно, эта тема на сегодняшний день является интересной в том контексте, что те культурные основы, которые были в свое время заложены благодаря этим историческим династическим дракам, они могут до сегодняшнего дня нести именно этот культурный очень важный контекст в рамках уже взаимоотношений между странами, прежде всего на культурной уже почве и основе. Итак, обо всем по порядку. Как вы можете себе представить, вот прежде всего, когда мы узнаем о первых итальянцах на Руси, это время 15 века, а если быть точнее, это вторая половина 15 века, когда в 1472 году был заключен драк между византийской принцессой Софией или Зоей Палеолог с русским великим князем Иваном III. И вот именно тогда закладывается этот достаточно уже на тот момент сложный очень вопрос, связанный с взаимоотношением между Россией и стран, такой страной, как Италия, потому что тогда еще не было, как мы с вами можем понимать, единой объединенной Италии, был конгломерат итальянских государств, но поскольку София Палеолог, она все-таки происходила из семьи византийских императоров, ее образование происходило в Риме, она была дамой-носительницей именно западноевропейской культурной традиции, и в большей степени, конечно, для нас это имеет большое значение, потому что собою она в Россию привозит тогда на Русь. Между прочим, первых лекарей, вот именно они были теми людьми, кто занимались врачеванием. И также библиотеку, очень многих архитекторов с собой, московский Кремль, он также строится благодаря итальянских зодчих. То есть вот, соответственно, мы уже с вами делаем вывод, что с конца XV века вот эти двусторонние взаимоотношения на уровне уже династическом, они присутствуют. А дальше происходит исключительно другой вопрос. И, кстати говоря, нам надо понимать, что это было связано исключительно с политической повесткой, это был политически мотивированный брак, связанный с возможностью, прежде всего, диалога церквей, католической и православной. И вот именно этот аспект, он является одной из самых главных проблем во взаимоотношениях между знатью русской и знатью итальянской в контексте уже династических союзов. Потому что, естественно, вопрос конфессии, он являлся всегда вопросом, ну, таким проблематичным. Потому что необходимо было принимать католицизм итальянским каким-то аристократкам для того, чтобы выходить замуж за русских уже дворян и так далее. Как и наоборот, русским дворянкам, когда они выходили замуж за итальянцев. Но, тем не менее, это вопрос более позднего времени. Вот с того момента, с конца XV века, вопрос, связанный с какими-то династическими браками между знатью русской и знатью итальянской, он не встает. Россия, она находится на тот момент в достаточно определенном изолированном пространстве и в своей именно православной культуре в большей степени такая закрытая страна. А вот что касается уже петровских преобразований, то они, конечно, являются таким уже совершенно новым этапом во взаимоотношениях между Россией и Италией. И причем надо отметить, что именно в петровские времена были установлены первые дипломатические отношения. Так скажем. В 1711 году удалось открыть первое консульство русское в Венеции и, несмотря на противодействие австрийской стороны, Австрия очень не хотела, чтобы Россия имела свои определенные интересы в интересах в контексте уже Средиземноморья, потому что это было пространство геополитически важное для Австрийской империи. Но, тем не менее, уже тогда, с времен петровских преобразований, на русскую землю стали приезжать представители итальянской знати на уже службу. И, в частности, приехал рожденный в Пьемонсе граф Франческо Санти. Он является основоположником русской геральтики. Он женился тогда на русской дворянке Просковье Татариновой. Их дети жили в России и заключали первые русско-итальянские дворянские союзы. При этом также надо отметить, что эти союзы были с такими семьями, как Бутурлины и Толсты, то есть очень древние русские дворянские семьи. Также среди тех фамилий итальянских, которые стали проживать на территории России, это были следующие семьи. Это дворяне Афанасиевы, причем они имеют итальянское происхождение. Также Бороцци родом из Венеции, дворяне Губерти, Дейнези, Ди Кассини Диастрадо, Маркизы Паолуччи из Модены и бароны Флорио из Турина. Причем надо отметить, что уже во второй половине 18 века взаимоотношения между Россией и Италией, они становятся еще более на дипломатическом уровне высокими. Потому что именно во второй половине 18 века, при Екатерине II, уже в Неаполе появляется русское постоянное посольство. И первым русским послом в королевстве, значит, неаполитанском становится граф Андрей Разумовский. И далее уже с течением времени мы с вами можем понимать, что русское дворянство в годы Екатерины II переживает тот самый период, который в историю входит как золотое время. Для русского дворянства. Это та свобода, которая у них была, свобода в плане выбора тех профессий, которые у них могли быть по их воле. Они получают образование домашнее. Конечно, они учатся в традиции дворянской, уже европейской, общеевропейской. То есть в практику образования входят такие предметы, как изучение древней Греции, древнегреческой культуры, древнегреческого языка, древнего Рима и так далее. То есть это все наполняет, безусловно, сознание представителя русской знати. И, конечно же, естественно, когда у них появляется эта потребность в том, чтобы увидеть своими глазами Италию, они это начинают постепенно делать. То есть уже, зная иностранные языки, обучаясь, так сказать, иностранным языкам, уже получив это образование, владея иностранными языками, владея достаточно серьезным вопросом, связанным с непосредственно уже их подготовкой в контексте. Они уже, я бы сказал, даже они получали такой общеевропейский базис образования, получали знания иностранными языками и могли спокойно путешествовать, что очень важно, по уже европейским странам. И как раз-таки они едут в Италию. И благодаря тому, что они приезжают в Италию, они могут знакомиться с местной культурой, с местными традициями и восхищаться вообще этой землей. Вот она покоряет очень многих представителей русской знати. И в частности, вот первым человеком из очень родовой древней семьи русской дворянской, которая начинает проживать постоянно на территории Италии и чьи дети заключают с итальянцами браки, это был граф Дмитрий Петрович Бутурлин. Он был достаточно влиятельным сановником, он был потомком старинного русского дворянского рода, внуком с подвижника Петра Великого, генерал-губернатора Москвы, фельдмаршала Александра Бутурлина. И с 1793 года он был в браке с графиней Воронцовой, которая принадлежала тоже к очень древней русской дворянской фамилии. Сам граф был сенатором, а в 1817 году он поехал на лечение в Италию, арендовал для проживания палаццо Гвичердини во Флоренции и в 1824 году приобрел в городе палаццо Николини, в котором собрал очень большую библиотеку и устроил первую в Италии русскую церковь, что также немаловажно. Палаццо Николини стало центром русской культурной жизни Италии, его посещали известные писатели, художники, в частности, живописец Карл Брылов. Причем надо отметить, что граф Бутурлин после смерти в Италии был похоронен на кладбище в Ливорно. Его супруга приняла католицизм и была похоронена рядом со своим супругом во Флоренции. А дочери, они также приняли католицизм и вступили в браке с представителями итальянской знати. Одна Мария вышла замуж за графа Диньи, Елизавета за представителя древней фамилии, за маркиза сам Фридо дель Боско, а дочь графини Елена за ломбардийского князя Видони. И уже с первой половины XIX века в Риме проживает другая представительница русской знати, небезызвестная княгиня Зинаида Волконская. Зинаида Николаевна Волконская. Она жила с 1789 года по 1862 годы. Она врожденная княжна Белосельская-Белозерская, была потомком очень древнего рода. По линии своего отца она потомок Рыриковичей. И она в Риме живет на втором этаже Палаццо Поли, фасад которого составляет композицию знаменитого фонтана Треви. То есть, соответственно, когда мы сейчас путешествуем с вами, находимся в Риме и около этого знаменитого фонтана Треви, то мы должны с вами осознавать, что когда-то в свое время вот прямо в Палаццо напротив этого знаменитого фонтана проживала русская княгиня Волконская. И при этом она в своем доме организовала настоящий салон. Там было очень много представителей художественной, литературной элиты. Вообще, сама Зинаида Волконская, она была дама очень деятельная, она была очень талантливо одаренная. Она писала стихи и вообще вошла в историю как большой меценат. В частности, даже есть легенда, что она ушла из жизни, когда решила помочь женщине, которая не имела никаких возможностей и средств. Но вот, собственно, был сильный дождь и было холодно. Она решила скинуть с себя свой плащ и отдать этой несчастной женщине, которая тогда мерзла. И вот она простудилась, заболела и таким образом ушла из жизни. Но надо отметить, что потом, впоследствии, ее потомки, они также проживали на территории Италии. И, в частности, ее потомки очень тесно будут связаны с фамилией графов Кампанари. Вот именно эта семья графов Кампанари, она будет утверждена в маркизов, если быть точнее, Кампанари. И вот именно эта титулатура маркизы Кампанари, что очень важно, будут подтверждены в своем статусе уже в рамках Российской империи. То есть, это очень редкий случай, когда бы маркизы какого-то иностранного государства, они подкреплялись в своем статусе именно маркизов в рамках Российской империи. То есть, мы можем уже говорить о том, что в Российской империи появляется первая по своему статусу фамилия в титуле маркизов не русского происхождения. Это были именно итальянцы. А далее также можно выделить еще несколько семей русских дворянских, которые также были в родстве с представителями итальянской знати. В частности, это семья графов Орловых, тоже очень известная русская дворянская семья. И в частности, внебрачный сын императрицы Екатерины Великой от светлейшего князя Григория Орлова, Алексей, получил титул графа Бобринского. И уже его потомки, они также заключили несколько браков с итальянцами. В частности, Григорий Орлов, то есть это получается внук для Екатерины II, его дочь Антонина вышла замуж за камергера короля обеих Сицилий, графа Орсини. И также их потомки потом впоследствии проживали уже в Италии. Кроме того, внебрачного сына императрицы Екатерины II, Алексея Бобринского, был сын Павел Бобринский, который скончался во Флоренции в 1830 году. И что интересно, он был женат на Юлии Станиславовне Белинской, и их дочь Лилия Павловна Бобринская в 1848 году вышла замуж за флоренцийского патриция. А вот здесь, внимание, как его фамилия. Его фамилия очень известна, она у всех на слюху. Это Пуччи, маркиз Пуччи. Вот этот знаменитый модный дом Пуччи, оказывается, имеет русское происхождение. Он происходит, вот именно этот клан Пуччи, маркизов, знаменитых дизайнеров до сегодняшнего дня, этот бренд очень популярен во всем мире. Это люди, имеющие в том числе и русское происхождение, то есть, вот, соответственно, потомки графов Бобринских и, соответственно, Екатерины II, российской императрицы. Кроме того, также роднится еще с итальянцами фамилия очень древняя в России. Это семья Нарышкиных, которая была внесена в бархатную книгу русского дворянства, то есть, это одни из самых древних, уважаемых дворянских родов. И вот, в частности, Павел Константинович Нарышкин, он сын был коммергера Константина Павловича Нарышкина, жившего в середине 19 века. Он состоял на службе у великого князя Михаила Павловича и подолгу жил во Флоренции на пиаце Азеглии 24. Он был женат на дочери богатого владельца горных заводов Зинаиде Константиновне Губиной. И их дочь Мария Павловна Нарышкина в 1899 году во Флоренции выходит замуж за графа Олдини, Олдиати. И вот, соответственно, их потомки до сегодняшнего дня также живут в Италии. Кроме того, в середине 19 века русско-итальянская династическая интеграция затронула старинный род князей Голицыны. В 1856 году княжна Леонила Михайловна Голицына, фрейлина двора, выходит замуж за графа Корниани, племянник которого граф Николо Роберто Корниани был женат на графине Марии Александровне Уваровой, причем похороненной в Италии. То есть, опять же, мы уже с вами свидетельствуем о том, что, помимо всего прочего, русская знать, она начинает абсолютно естественную интеграцию пространства знати итальянской, и они уже становятся настолько тесно связанными с итальянской землей, что их хоронят также в Италии. И уже возникает несколько культурных центров, где начинает проживать эта самая русская знать, это Рим и Флоренция прежде всего, и также на кладбищах, которые находятся как в Риме, так и во Флоренции, начинают, соответственно, представители русской знати быть захороненными. И вот, соответственно, на территории кладбища Тестачи в Риме есть часть, где, соответственно, похоронены исключительно представители православной культуры, в том числе и это потомки русской знати. Позднее уже, в 20 веке, другая очень известная представительница семьи Голицыных особенно о себе заявит в Италии, это княжна Ирина Голицына. Она прожила большую жизнь с 1918 по 2006 годы. Она вышла замуж за маркиза Сильвио де Медичи, но вошла в историю как дизайнер. Она была очень модным и успешным предпринимателем именно в контексте фэшн-бизнеса, фэшн-индустрии. Была дама, знакомая с многими известными людьми, живущими в Европе. И, кстати говоря, она была лично знакома с Джеки Кеннеди, которой также она шила одежду. То есть это вот русская княжна Ирина Голицына. Кстати говоря, ее собственный дом моды назывался, как и она сама, соответственно, повторяя ее имя и фамилию, Ирены Голицына. Она оставила мемуары о своей жизни, которые вышли не так давно во России на русском языке. Поэтому, если вам интересно, вы можете также мемуары княгини, княжны Ирины Голицыной в супружестве маркизы де Медичи прочесть. Также можно заметить еще несколько дворянских союзов уже второй половине XIX века между русской и итальянской знатью. В 1873 году Мария Сергеевна Анненкова, происходящая из столбового русского дворянского рода, выходит замуж за представителя древней генуэзской аристократической фамилии Герцога де Гольера. В России она более известна как фрейлина великой княжны, великой княгини Александре Иосифовны. И вот исходя из того, что она очень любила спиритические сеансы, а это очень не любил Александр II, когда он узнал о том, что она все это проводит при дворе, он велел Анненковой покинуть двор, поэтому она уехала в Италию. Вообще, дама очень авансюристски настроена, даже целый сериал был снят о ее жизни. Опять-таки же, если вам интересно, я рекомендую ее посмотреть, именно сериал о ее жизни Мария Сергеевна Анненкова. Очень многое что говорит о этой предприимчивой женщине, предприимчивой особе, которая себя в очень многих амплуа находила. И, кстати говоря, вот ее дочь от брака с герцогом де Гольера, Анна Мария, она вышла замуж за принчапе, то есть принца из старинной патрицианской фамилии Боргезе. И вот, кстати, ее дочь, принцесса Боргезе, она была очень талантливым фотохудожником, несколько ее выставок даже было приведено в европейских столицах, и в том числе несколько лет назад даже в Москве была приведена выставка принцессы Боргезе, где, собственно, можно было в 2013 году увидеть ее фотографии. Также отметим, что родная сестра вот этой самой вентюристки Марии Анненковой, Надежда Сергеевна, стала марганатической супругой члена российского императорского дома Николая Максимилиановича, 4-го герцога Лехтенбергского, князя Романовского. То есть, таким образом, вот очень тесная связь уже с семьей Романовыми также происходила на такой достаточно побочной стороне, но, тем не менее, вот эта интеграция в Италию затронула семью Романовых в таком контексте. Кроме того, также следует отметить важный исторический факт, что еще в 1890 году высочайшим указом императора Александра III статус маркиза российской империи с нисходящим потомством был подтвержден за коммергером двора Николаем Филипповичем Пао Луччи. Он был сыном маркиза из Перуджи на русской службе генерала царской армии Филиппо Пао Луччи. И вот, собственно, маркиз Николай Пао Луччи оставил своего единственного сына Виктора, военного, умершего без потомства. И таким образом мы уже можем с вами констатировать, что в Российской империи только три итальянских рода маркизов по статусу были юридически признаны знатью в рамке, уже именно в рамках Российской империи. Это Пао Луччи, Дегли Альбици и Кампанари. Кроме того, в 1877 году в Санкт-Петербурге был заключен брак между итальянским дипломатом сицилийского происхождения Фабрицио, герцогом Сассо Руфо, он был патрицием неаполитанским, с княжной Натальей Александровной Мещерской. А вот здесь очень важный аспект. Дело все в том, что старшим ребенком от этого брака, вернее, одним из детей от этого брака, там было несколько дочерей, вот рассмотрим судьбу нескольких этих дочерей, которые, несмотря на свое происхождение итальянское по отцу, они некоторое время воспитывались и жили в России. Значит, одна из детей Мария была в браке с бароном Петром Георгиевичем фон Врангель. Другая вышла замуж Ольга. В первом браке была за дворянином Борисом Огаревым, а во втором браке была за Борисом Иофаном, знаменитым русским архитектором. Возможно, когда мы с вами приезжаем по московскому метрополитену и бываем на станции Площадь Революции, мы не задумываемся над тем, что Борис Иофан был автором вот всех этих, всех многочисленных, тех скульптурных композиций, которые представлены на этой станции метро. Так вот, Борис Иофан, он был женат на, получается, вот представьте себе, на даме этой знатной итальянской фамилии, происходящей из семьи герцогов Сассо Руффо. И при этом надо отметить, что супруга Иофана, она жила в Москве, к ней не было никаких репрессий, даже в советские времена, и она была похоронена вместе со своим супругом на Новодевичьем кладбище. Но что интересно, это судьба, конечно же, судьба одной из старших дочерей от этого брака, Елизаветы Фабрициевны Руффо. Она жила с 1886 по 1940 годы. Уже после революции, в 1917 году, она вышла замуж за 1918, если быть точнее, году. Она выходит замуж за князя императорской крови Андрея Александровича. Это один из племянников императора Николая II. И вот, собственно говоря, таким образом мы уже с вами понимаем, что Романовы напрямую породнились с итальянской знатью. И это произошло в результате революции 1918 года. И, кроме того, через брак представителя также династии Романовых, из марганатической линии князя Николая Романовича Романова, семья Романовых роднится семьей очень древней. Древней во Флоренции это графы Делла Герардеско. Вот вдова Николая Романовича, графиня Звева Делла Герардеско, сегодня здравствует и проживает в Флоренции, в городе своих предков. И их три дочери также живут в Италии с, соответственно, своим потомством. И также следует отметить, что были заключены следующие еще браки, весьма примечательные, в уже 20 веке. А именно это браки представителей следующих фамилий с уже графами, и с представителями знати итальянской. Дворянка Елена Владимировна Зарина выходит замуж в 1920 году, находясь в эмиграции за графа Паоло Барбара. За графа Барбара, а затем выходит замуж за герцога Кезара. Да, и при этом также их дочь, известная как Симонетта Колонна, была очень популярна в Италии во второй половине 20 века, дама светская и очень, опять-таки же, узнаваемая. При этом обращают на себя внимание следующие браки, вот в частности, заключенные в 1928 году, союз в базилике Санта Спириту во Флоренции, русской графини Александре Алсуфьевой с известным итальянским архитектором Андре Борисевичи. И при этом надо сказать, что вот прямой потомок от этого брака, графиня Барбара от брака, вот этой графини Алсуфьевой, ее внучка Барбара Ятта, 1962 года рождения, она сегодня является известным итальянским искусствоведом и возглавляет музей Ватикана. То есть, вот опять-таки же, русский след на итальянской земле. Другая сестер Алсуфьевой, графиня Мария, выходит замуж за представителя древней тоже семьи Микаэлис, а Дарья Алсуфьева, это самая младшая из сестер графов Алсуфьевых, она выходит замуж за князя де Баргезе, известного итальянского политического деятеля времен Бенито Муссолини. И вот, собственно, она была... русской дворянки Анненковы, о которой уже шла выше речи. И также вторым значительным таким очень альянсом в уже постреволюционный период, в 30-е годы, был брак между русской баронессой Александрой Борисовной Вольф с выдающимся итальянским писателем Джузеппе Томази, одиннадцатым князем Дейлом Педузе. Это произошло, эта свадьба в 1932 году, и в результате заключенного брака русское влияние стало уже присутствовать в творчестве знаменитого писателя, автора, вот, произведения Леопард, которое было экранизировано великим Лукино Висконси, и его можно с большим удовольствием смотреть, такое потрясающее абсолютно киноискусство. Кроме того, в 1940 году заключается брак между княжной Марией Александровной Щербатовой с итальянским графом Ди Серджио Олегьери, чья семья происходит из вот этой знаменитой фамилии Олегьери, от которой именно, которой принадлежит и сам Данте Олегьери. При этом также на себя обращает внимание тот факт, что, значит, Мария Александровна Щербатова, она является дочерью Владимира Алексеевича Щербатова от брака с Еленой Петровной Столыпиной, которая, в свою очередь, является дочерью самого Петра Аркадьевича Столыпина. То есть, представьте себе, русский премьер-министр, знаменитый государственный деятель, оказывается в уже рамках своих потомков, вот его семья роднится, в том числе, с представителями итальянской знати. И это происходит в результате русской революции, которая выносит большое количество русских знатных особ из России, и они живут в эмиграции, в том числе и в Италии. Также на себя обращает внимание судьба дочери Елены Петровны Столыпиной, то есть дочери Петра Аркадьевича Столыпина, от второго брака с князем Вадимом Григорьевичем Волконским. Это княжна Елена Вадимовна Волконская. Она выросла в Тоскане, и она была, надо сказать, очень знаменательна в том смысле, что она была настоящим сердцем русской колонии во Флоренции и носителем прекрасного абсолютно литературного русского языка, собирала вокруг себя эмиграцию, и вот, собственно, даже за свои заслуги перед русской культурой, русским языком была отмечена уже русскими дипломатами. При этом также надо отметить, что были и, безусловно, различные другие брачные союзы заключены и в 20 веке, и во второй половине 20 века. И, кстати говоря, в Риме жила дочь Льва Николаевича Толстого, графиня Татьяна Львовна Толстая. Она похоронена в Риме на кладбище русском Тестачо, писательница, автор мемуаров. А сегодня уже непосредственно в Италии живет потомок, также Льва Толстого, вот, собственно, потомок его дочери Татьяны, Мария Альбертини, 1937 года. Она сейчас живет в Риме, является хранителем семейных документов, ценностей очень многих фамилий Толстых. И также живут и потомки Пушкина, также в Италии, в лице Анны Георгиевны Воронцовой-Вильяминовой. Филологом, преподавателем русского языка, переводчик-синхронист, она является старостой храма Рождества Христова во Флоренции. И также представители еще рода Лопухиных, также до сегодняшнего дня проживают в Италии. Таким образом, мы с вами выявили вот эти интересные аспекты, связанные с русско-дворянскими династическими альянсами на протяжении нескольких веков. Обозначили самых наиболее примечательных фигур, с именами которых именно связаны эти династические альянсы. И, разумеется, конечно, ключевым моментом, связанным, который оказался связующим вот звеном между Россией и Италией, это стали Петровские преобразования, которые открыли для русской знати красоты Италии и, соответственно, для многих итальянцев открыли прелести российской действительности. И также, разумеется, русская революция сделала многое для того, чтобы представители именно российской знати, оказавшись уже в эмиграции, заключали там браки с представителями уже итальянских старых знатных фамилий. Я надеюсь, что вам было интересно. Если у вас будут вопросы, я буду очень рад на них ответить. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых новых встреч! Благодарю вас за внимание!